Студенты Петрозаводского автотранспортного техникума учатся в нескольких корпусах по различным направлениям. Здесь готовят сварщиков, строителей дорог, судов, машин, электриков, обучают литейному делу и многому другому. Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» на 120 миллионов рублей созданы шесть специальных зон, которые оборудованы самым современным оборудованием. Например, гордость техникума роботизированная ячейка лазерной сварки. Сам промышленный робот – это стандартный манипулятор. В принципе, тут ничего такого сверхъестественного в нем нет. Что мы на него повесим, какой инструмент, то он и будет выполняться. В данном случае у него висит голова для лазерной сварки. На данный момент это единственная голова в России. Мощность лазера – 6 киловатт. То есть, в принципе, мы можем проваривать без подготовки металл толщиной до 60 миллиметров, 6 сантиметров металла. В качестве эксперимента на этой установке пробовали варить долото для буровой установки. Если эксперты подтвердят качество, то будут и заказы. Сейчас в России этого никто не делает. Есть и мастерские, созданные по федеральному проекту «Молодые профессионалы». И практически под заказ, они что, отсюда ремонт, отсюда строительного завода. Здесь другие кабины, они больше по размеру. Мы, ребята, сейчас туда не будем заглядывать, да? Варят макеты короней. Производственный процесс будущих профессионалов приближен к реальным условиям работы на различных предприятиях. Будь то серьезный Петрозаводск-Маш или частная автомастерская. Задача студентов – найти неисправности их устранить, используя и диагностическое оборудование, и свои знания, да, какие-то различные диагностические приборы. А в соседней мастерской, кроме обычного процесса обучения, проводят обилие импекс-конкурс прохмастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Формируем, скажем так, и команду техникума, принимаем детей из других учебных заведений, из лесно-технического техникума, из Павенецкой школы-интерната. Теорию, допустим, они изучают у себя, а сюда приезжают на практические занятия. Поручение главы Карелии, работа с детьми с особенностями здоровья, здесь не просто успешно выполняется. Детям дают образование и путевку в жизнь. «Меняется ситуация в республике, вот с этой сложной категорией детей, у нас это уже изменилось. И уже мы можем сказать, посмотрите, как мы, эти дети получили входной билет в возрослую жизнь. Они стали самостоятельными, они могут себя обслуживать, они могут жить спокойно. У них есть профессия, у них есть, дальше есть рабочие места, которые их уже ждут. Поэтому это, я думаю, здорово». Сегодня рынок труда стремительно меняется. Остро востребованы высококвалифицированные специалисты. На токарей, слесарей, электромонтеров и рабочих других направлений наблюдается огромный конкурентный спрос. И сейчас специалист у станка – это знаток новейшего оборудования, а значит, востребованный работник. «Нужно сейчас делать ставку именно на профтехобразование. Мы понимаем, что сейчас человек, который работает у станка, это не то, что было даже 20 лет назад, не то, что было 10 лет назад, даже не то, что было 2 года назад. Это направление стремительно меняется. Поэтому все, что мы сейчас сделали в рамках профессионалитета, когда 120 миллионов рублей мы вложили в это направление, мы купили оборудование, которое на шаг вперед от того, что есть на наших предприятиях». В техникуме активно работает Совет по взаимодействию с работодателями. С 15 предприятиями заключены соглашения о взаимодействии, предусматривающие в том числе сотрудничество в организации практики проведения независимой оценки выпускников совместной профориентационной работы. То есть работодатели могут присматриваться к будущим выпускникам. Юлия Бераева, Анжела Джабушевская, Сергей Беляев, Служба новостей.